Готов играть на максимальных настройках? У тебя есть уникальная возможность прокачаться с HyperX. Купи в сети Юлмарт оперативку или SSD линейки HyperX Savage и получи приятный бонус к игре War Thunder. Количество бонусов ограничено. Акция до 6 марта. Все подробности в описании. Кликай. Т-34. We make America great again. Так, наверное, подумали американаводы, которые в группе ВКонтакте попросили меня прокомментировать ситуацию про Т-34, про его будущий ввод в патче 1.67. Для начала поприветствую вас, друзья. Всем здрасте, с вами Зидыч. И сегодня я выскажу свое мнение об этом танке. Кого-то это расстроит, кого-то обрадует, кто-то просто получит какую-то толику надежды на будущее. Но суть в чем? Я не буду сейчас цизировать вам всю историческую часть, Википедию и так далее. Это может сделать каждый из обзорчиков. Или же вы сами. Главное сейчас, наверное, сделать выжимку этой информации и как-то ее скомпилировать, рассказать вам суть. Скажем так, выдать картинку, которая была бы адекватна в реалиях нашей игры, так как все-таки игровая часть и историческая, они серьезно отличаются. Я имею в виду способы применения и так далее, и так далее. Т-34. Как вы понимаете, это логическое продолжение экспериментальных танков Т-30. Т-30 в свое время были продолжением Т-29. И суть в чем? Т-34, несмотря на свою 120-мм пушку Т-53, которая вроде бы как уменьшила после Т-30 калибра, потому что у Т-30 был калибр 155 мм, это был избыточный калибр, так как это еще и баллистико-палетов снаряда, там большие и тяжелые снаряды. Здесь вроде бы, казалось бы, Т-53. Пушка Т-53, золотая середина. Скорость перезарядки лучше, чем у ИСа-2, но хуже, чем у Т-29. Но, друзья мои, в чем загвоздка? Нет каморных снарядов. Снова приходит вот та самая история, которая была в свое время с Т-29. Я напомню, когда на Дэве тестировался Т-29, там не было каморного снаряда, я сделал видео на Т-29, и... Ну, как бы вам сказать так, чтобы не грубо. В общем, я сделал негативный обзор, потому что без каморного снаряда Т-29 было ни о чем, несмотря на свой боевой рейтинг 6 и 7, это было фуфло. Я об этом сказал в видео. И что, вы думаете, произошло к продакшену? То есть, к основному серверу, когда выходит патч неожиданно, там нарисовывается Т-13, загадочный каморный снаряд, после чего я фактически дискредитирован каморной улиткой меня подставила. Вот, и, соответственно, мой обзор на Т-29 стал неактуален. И знаете, что я хочу сказать? То, что, несмотря на ситуацию с Т-34, то, что там нет вообще никак, не может быть даже каморного снаряда, возможно, снова улитка сделает ту же самую картину. Но пока этого не произошло, пока ничего не сказано про каморный снаряд, вот это вот загадочный каморный снаряд, Т-34 это очередной фуфло-танк, который ничего не будет из себя представлять, со своими сплошными, несмотря на свое серьезное бронепробитие в нашем проекте. Тем более, что я предполагаю, у него будет боевой рейтинг, ну, должен быть больше, чем у Т-29, из-за того, что он все-таки более поздний, более совершенный, но из-за отсутствия каморного снаряда в этом нет просто никакой логики, ставить его выше Т-29. Поэтому я предполагаю, чтобы спасти этот танк, чтобы сделать его каким-то нагибучим, ему дадут какой-то фантастический каморный снаряд. Но, если этого не произойдет, то, что написали улитки, сейчас как оно написано, внушающий уважение, на сайте написано про Т-34, кроме как уважение его размерам ничего больше не останется, потому что как танк нагиба это будет полное фуфло. Представьте британский танк на четвертом ранге, да, он будет на четвертом ранге Т-34, который будет стрелять только сплошными и подкалиберами. Это как раз про Т-34, да, у него будут подкалиберные, сплошные, но, господи, ребят, там, ну, наверное, 3-4 попадания нужно будет сделать, вот по крупной цели, чтобы уничтожить ее окончательно. Может быть, иногда 2 раза нужно будет попасть сплошным, чтобы его уничтожить. Как после этого можно называть танк каким-то внушающим уважением? Конечно, это будет полное фуфло. Вот, это просто британец, у которого будет КД 18 секунд перезарядки. То есть, с тем же успехом можно сесть на британца с перезарядкой 8-9 секунд и стрелять подкалиберными снарядами с отделяющимся поддоном, которые, кстати, в отличие от обычных подкалиберов Т-34 не так рикошетят, они более надежные, с отделяющимся поддоном все-таки все дела. Вот, а здесь просто, ну, какой-то фуфло-танк. Дальше. В принципе, если введут ему каморный снаряд, да, это как-то оправдает машину, опять же, это нужно будет придумать, но в целом все равно у меня нет серьезной веры в эту машину. Да, там двигатель вроде бы мощный, более 800 лошадок, если я не ошибаюсь, но так как его общий вес тоже увеличился, там какой-то невероятной динамики в отличие от Т-29 не ждите. То же самое будет, может даже медленнее, возможно. Поэтому я сразу хочу сказать, я жду Т-30. Мне плевать на Т-34. Я лично жду Т-30. Почему именно Т-30? Да, я в свое время играл в картошку. Я признаюсь, что я в нее играл. Это нет ничего такого, с чего-то нужно же было начинать в жанре танков. И это была просто потрясающая машина. Это был самый мой любимый танк Т-30 именно за возможности своей пушки. Понятное дело, там полосочка ХП, там урон, все дела. Но суть в том, что у нас в игре 155-мм пушка будет иметь и мощные фугасные снаряды. Так, вы там сидите, да, сидите. В общем, представьте, более 7 килограммов вес одного фугаса. Это будет самая чудовищная, самая офигительная фугасница у нас в игре. Понятное дело, перезарядка будет больше, чем у какого-нибудь КВ-2 или так далее. Но, ребят, это все равно круче. Все равно, это будет просто невероятно. Одно попадание, и там просто разрывает даже не один танк, а целую бригаду. То есть, главное, ждете, пока противник соберется в куче, стаями там соберется, за ручки другой возьмет, и просто вот фугас туда отправляете, и все там, просто все погибают от фугаса. Ну, по крайней мере, так я себе фантазирую. В реале все будет хуже, но хочется как бы накрутить. Ну, не суть. В общем, Т-30 это реально классный танк, интересный, который будет, ну, специфичен в некоторой степени, но, тем не менее, все равно интересен. Особенно извращенца вроде меня, вот он будет крайне интересен. Далее, каморные снаряды. Каморные снаряды имеют, сейчас скажу, 650 или 700 грамм взрывчатки, вот в фротилом эквиваленте, то есть, это тоже очень большой объем, то есть, любое бронепробитие, это гарантированный ваншот. Любого танка, как угодно, под любым углом, просто, куда-нибудь, там, в антенну попадаешь, даже вот антенна торчит, ты знаешь, какая антенна, 15 метров в высоту, самый край попадаешь, и ваншотишь этого противника. Это, это, понимаю, вот действительно мощная пушка, это мощные снаряды. Вот эта техника мне интересна. А Т-34, я в него не верю, ребята, даже если ему все-таки придумают этот каморный снаряд. Но если каморного снаряда не произойдет на Т-34, просто забейте на эту машину. Это будет просто бесполезный кусок металла. Дальше катайтесь на Т-29, нагибайте, получайте удовольствие танку, которому все-таки как-то нашли этот Т-13 каморный снаряд. А про Т-34 просто забудьте, ребята. Но, возможно, какие-то извращенцы, вроде меня, все-таки будут кататься на Т-34, чтобы сделать на них обзор и показать вам, какое это фуфло. Вот как-то так. Надеюсь, я никого не обидел, я просто быстренько высказал свое мнение касаемо этой машины. Ждите Т-30, который тоже как бы без стабилизации, без всего, но зато с мощной пушкой. Вот такие дела, друзья. Все, всего самого лучшего, отличного настроения и увидимся в ближайшее время. Ставьте лайки, подписки за честное мнение и так далее. Удачи!